Методичку по строительству велодорожек отправят во все города страны. В Минтрансе разработали рекомендации, с помощью которых надеются мотивировать регионы поменять авто на велотранспорт. Для начала, предполагают авторы, достаточно коротких расстояний до 15 километров. Но и такие дорожки, по их расчетам, уже сократят количество дорожных пробок. К слову, любители двухколесного транспорта построить велодорожки в Барнауле у властей просят давно. Сейчас город практически не приспособлен к двухколесному транспорту. В безопасности и с удобством велосипедиста можно прокатиться разве что по центральным площадям и паркам. Перемещаться по городу уже сложнее. К примеру, обязательные спуски подъема с бордюров на всей протяженности дороги можно наблюдать лишь на главных улицах. Ну вот эти, знаете, основные. Камс, Ленина, СОЦ, ну и Красный. Все. Как-то так у нас все. Ну все равно неудобно. Ребята во дворах все постоянно с дворов выезжают. Тоже неудобно. Пешеходы, ну они как-то думают, что мы неконтрольно ездим. На самом деле мы же все в дорогу видим. Я, допустим, еду прямо, я понимаю, что я сейчас его объеду слева и он опять налево выскакивает. И мы так с ним сталкиваемся. А те, кто предпочитает ездить сбоку проезжей части, нередко сбивают автомобилисты. Именно поэтому в Минтрансе страны решили помочь регионам ускорить строительство велодорожек. И расписали в брошюре все требования. Так, минимум, который должен быть отдан велосипедистам, почти полтора метра. Это расстояние могут взять у пешеходных дорожек или забрать у автополос. В целом, документ прописывает всю инфраструктуру от парковок до специального светофорного регулирования. Насколько реально воплотить идею Минтранса в жизнь в Барнауле, расскажем в ближайших выпусках.